Рождественский храм Он обрел завершенность, полноту и как бы вошел в широкую полноводную реку богатейшей традиции православного церковного искусства. Краснодарский храм, построенный в честь светлого Христова Рождества, один из крупнейших в городе. И ныне осуществленная роспись его стен не может не поражать своей монументальностью. Чтобы охватить кистью столь огромное пространство, потребовалось три года ежедневного, кропотливого труда целой группы краснодарских иконописцев. Работу возглавил известный на Кубани талантливый иконописный мастер Вячеслав Юрьевич Толмачев. По словам Вячеслава Юрьевича, в основу творческого замысла росписи была положена идея воссоздания атмосферы византийского храма времен расцвета византийской монументальной храмовой живописи XIV-XV веков. В отличие от западноевропейской традиции, византийские иконописцы мыслили роспись храмов не как разрозненный набор картин на библейские сюжеты, но как строго взаимосвязанную систему поэтапно разворачивающихся библейских, евангельских образов и смыслов. Недаром православную икону называют богословием в красках. Такой глубокий византийский подход воплощен и в росписи рождественского храма. Все начинается с вифлеемской звезды, некогда возвестившей своим сиянием пришествия в мир света разума, спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Согласно византийской традиции, самые высокие поверхности храма отводятся образом духовного небесного мира. Это могут быть ангельские чины, огненные херувимы и серафимы, славящие Господа или вознесшийся Спаситель. Основной, средний ярус росписи, объединяющий в себе нижние своды и верхнюю часть стен, несет на себе живописное повествование об искупительном подвиге Христа, включающем в себя не только распятие и воскресение, но и всю его земную жизнь. Наибольшее внимание в тематике росписи храма уделено, конечно же, Рождеству Христову. Главный живописный рассказ об этом и связанных с ним событиях начинается в алтарной части над главным престолом храма. И далее, опоясывая весь храм, перед нами разворачивается целое Евангелие в красках. Это и рождение Божией Матери, ее введение в Иерусалимский храм, исцеление Христом расслабленного у Силуамской купели, воскрешение Лазаря, вход Господень в Иерусалим, преображение на горе Фавор, светлое Христово Воскресение, Вознесение и другие события евангельской истории. Следующий, нижний, самый близкий к нам ярус занимают святые. Они как будто молятся рядом с нами. Обратим внимание на то, что согласно древней византийской традиции, святые изображены вне какого бы то ни было интерьера. За ними простирается лишь плоский цветной фон. Такое намеренное лишение изображаемых персонажей собственного пространства позволяет как бы включить их в среду молящихся в храме людей. Они пребывают среди нас, а мы среди них. Не случайно образы святых подвижников располагаются и на уходящих под купол колонных. В этом также заложен глубокий смысл. Ведь именно святые соединяют нас с небом, которое символизирует собой храмовые своды. Созерцаемое сердечным вниманием богатство смыслов и благолепие росписи вводит нас в пространство Евангелия, в пространство евангельского богомыслия, делая нас реальными соучастниками священных событий, лежащих в основании нашего спасения. Благоговейному взору молящихся открывается целый мир Церкви, которая есть спасительное соединение неба и земли. То, что более двух тысяч лет назад происходило на святой земле и ныне зримо изображено на стенах нашего храма, невидимым, таинственным образом происходит здесь и за каждой божественной литургией. Наше общее дело, именно так слово «литургия» переводится с греческого, имеет своим основным содержанием и высочайшим смыслом Евхаристию, причащение небесных тела и крови Христа. Храм, воздвигнутый в честь и славу двух тысячелетия прихода в мир Христа Спасителя, обрел свою полноту. Отныне мы пребываем в единстве внешнего, изображенного в красках, и внутреннего, происходящего в таинстве. Теперь входящего в храм обступают не просто белые стены, а целая жизнь Церкви, жизнь Христа, Святых и Божией Матери. Добро пожаловать в храм спасительного Рождества Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Разделим предлагаемую им трапезу любви вместе, единым сердцем и едиными усты славящего Бога, внидим в Дом Божий, в красоту Господа, в объятия Духа Святаго и под покров Пресвятой Богородицы, родившей Спасителя всего мира, Христа Жизнодавца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok